После того, как на уровне Пентагона было сообщено об интеграции противорадиолокационных ракет AGM-88 Харм к украинским истребителям, что годами считалось на грани с невозможным, стало возможно вести обстоятельный разговор об интеграции и другого западного вооружения. Рассмотрим, какие ракеты «Воздух-Земля» имеют определенные логические шансы попасть под крыло украинских МиГ-29 и Су-27. Вполне возможно, что их интеграция может быть значительно легче ракет «Воздух-Воздух», потому что можно обойти жесткую привязку ракеты к бортовому радиолокационному комплексу самолета-носителя. Дело в том, что когда речь идет о ракетах класса «Воздух-Земля», то очевидно сейчас наиболее важным аспектом являются дальнобойные средства поражения. То есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут быть подвешены под крыло условного МиГ-29, Су-27 или Су-24М, создает определенные ограничения на массогабаритные характеристики. Абстрактно, несмотря на желание подвесить стратегическую AGM-86 с дальностью полета более 1000 км, носителей под нее в Украине нет. Более того, в отношении крылатых ракет снова могут сыграть и политические ограничения относительно дальности пуска таких ракет. Поэтому можно сразу сосредоточиться на умеренных средствах поражения. И одним из первых кандидатов на это будет AGM-84 Кейслэма. Это глубокая переработка AGM-84 Гарпун, которая предназначена именно для уничтожения наземных целей. Эта ракета может использоваться с самолетов F-15 и F-18, а также даже довольно устаревших S-3 Викинг. При дальности полета до 270 км и боевой частью в 360 кг она обеспечивает высокоточное поражение цели благодаря инерциальной и спутниковой системе, а также теркам на маршевом участке и тепловизионному сенсору на терминальном участке. Последнее, кстати, позволяет уничтожать даже подвижные цели. Сообщалось, что Слэма имеет вообще лучшую точность среди всех ракет, которые используют воздушные силы и ВМС США. В придачу ракета выполнена с использованием технологий малозаметности, что делает ее перехват имеющимися у РФ средствами более чем сомнительным. Главный вопрос, конечно, как обойти связи ракеты с бортовыми радиоэлектронными системами самолета. Но данные относительно цели, ее координаты и сигнатуру возможно вполне закладывать в память ракеты еще на Земле. И тогда единственной задачей самолета будет именно выйти в нужный пусковой район и осуществить пуск. Дальше она все должна делать самостоятельно. Единственный минус – теряется возможность управления ракетой уже в полете и возможность перенацеливания ракеты на другую цель уже после старта, что является особенностью Слэма. Аналогичной по логике пуска можно считать и турецкую ракету Сом от Ракетсан. Она имеет официальную дальность до 250 километров, несет 230 килограммов боевой части и имеет схожие алгоритмы наведения, как и у Слэма, включая тепловизионную головку самонаведения. Более того, Сом также малозаметен. Согласно спецификациям, эту ракету можно применять с F-16 и F-4, но дело в том, что крылатую ракету Сом, ориентировочно в 2018 году, закупил Азербайджан. А эта страна с ударной авиацией имеет только МиГ-29, которые проходили ремонт и модернизацию в Украине, ИСУ-25. То есть в Баку нашли средства ее интеграции и их возможно повторить. А учитывая активное сотрудничество Украины с Турцией в оборонной сфере, возможность появления в воздушных силах Украины крылатых ракет Сом – довольно реалистичный сценарий. Но не только крылатые ракеты следует рассматривать в вопросе оснащения украинских самолетов. Пригодиться могут и британские противотанковые Бримстоун, которые уже есть в распоряжении ВСУ. И уже доказана возможность их пуска вообще с наземной пусковой установки, то есть без активного целеуказания. Помогает в этом активная радиолокационная головка самонаведения ракеты, которая самостоятельно ведет поиск цели, и более того, несколько запущенных ракет могут самостоятельно в полете перераспределить свои цели, чтобы сделать невозможным многократное поражение одного объекта. Использование этих ракет из штурмовиков Су-25 скорее всего, также возможно реализовать по принципу выхода в необходимый район запуска, после чего ракеты уже автономно будут искать цели. И такой сценарий значительно лучше возможности наземной пусковой, потому что тогда дальность пуска может составлять до 60 километров. А это уже более чем интересная возможность для наших военных летчиков. Спасибо за просмотр. Слава Украине!